И наш материал о тех, кто лишился неприкосновенности и тех, кто сохранил иммунитет, уже готов к эфиру. Смотрите. Очередная серия популярного в последние дни сериала под названием «Неприкосновенность». Ровно в 16.00 в зале появляется генпрокурор и руководитель САП. Почти все фракции заявляют, поддержат представление генпрокурора на снятии неприкосновенности с коллег нардепов. Мы будем поддерживать и будем голосовать за снятие депутатской недодруканности по всех поданиях, которые сейчас до Верховной Ради и прошли регламентный комитет. Это позиция фракции. Мы приняли решение, что наши коллеги, народные депутаты Дейдей и Поляков могут с честью защитить себя в суде, не прикрываясь иммунитетом. Наша фракция так же сегодня с ранку ухвалила ответственное решение голосовать без выключений за все подания, для того, чтобы была возможность у каждого депутата, не зваживая ни на какие привилые иммунитеты, защитить свое имя, если он не виноват в суде. Самопомощь будет голосовать за все подания генерального прокурора. Первым рассматривают дело фронтовика Евгения Дейдея. Его подозревают в незаконном обогащении. Мол, жена получила странным образом кредит. Депутат от Народного фронта, фракции, которая постоянно настаивает на выступлениях с трибуны на украинском языке, почему-то выступал на русском. Дело имеет чисто политическую составляющую. То, что мне пытаются инкриминировать, я ни в коем случае не совершал. Есть человек, который четко приехал на комитет и подтвердил то, что да, он на самом деле давал эти деньги. И, по сути, на этом и заканчивается вся доказательная база. Кредит в 2,5 миллиона, дружина Народного депутата отримала, не отримала, он был фиктивным по версии следствия. После этого специализованный антикоррупционный прокурор надавал мне санкционированным судом законное прослушивание телекоммуникаций, ряду фигурантов, в том числе и того, кто называется в декларации пана Дейдея позичальником его дружины. А вот нардеп Игорь Луценко обратил внимание правоохранителей и на другие факты из жизни Дейдея. В 2014 году, шляхом службовой подробности за сопротивление Арсена Авакова, министра внутренних справ, его было сделано Народным депутатом Украины, в тот момент, как он мусил добывать свой умовный термин, на который было засудено его Украинским судом за разбой, за пограбирование. Против были семь радикалов, два депутата из БПП, один фронтовик. После перешли к делу Олеся Довгова. После провального голосования за Дейдея, генпрокурор выступал уже более эмоционально. Олеся Довгова подозревают в превышении служебных полномочий. Мол, будучи секретарем Киевсовета, нарушая регламент, созвал в неочередную сессию, на которой продавили решение о передаче в частную собственность 1700 гектаров заповедника Жуково-Острова. Вот что заявил сам Довгий. Генеральный прокурор сказал, что все, и исключительно все, в чем звинувачивается Народный депутат Довгий, есть в порушении регламента. Те за друга. Та же сторона обвинувачення дослівно сказала, что регламент не есть и не может быть законным. Дающая ответственность на простые вопросы, которые я понимаю сегодня для каждого из вас, не смотря на вашу политическую позицию, очевидным есть то, что я вам сейчас скажу. Регламент порушил, закон не переступал. Я считаю, что мощность дана человеку для того, чтобы в сложный момент иметь силу принять ответственное решение. То же я, шановні коллеги, будучи людиною последовательной и ответственной, обратюсь к вас с проханием поддержать это ни к чем не с юридической точки зрения. Я дякую вам за аплодисменты и поддержку, но я вам объясню, чему я его прошу поддерживать. Для того, чтобы дать мне возможность выполнить одну из своих предвыборчих обещанок. Для того, чтобы мне дать возможность раз и назавжди поставить крапку о всех тех чисельных абсурдных звинувачениях, которые приходится слышать мне и моей родине в продолжение последних лет. Поэтому, шановні коллеги, что я думаю не лише про то, как поставить крапку в минулому, я думаю про свое майбутнє. И це майбутнє я бачу в Україні. Депутаты коллеги прислушались и проголосовали за снятие с него неприкосновенностей. А вот добро на снятие неприкосновенностей с радикала Андрея Лазового депутаты не дали. Наталья Савченко, Анна Каменева, Сергей Коваль, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.